Дерзновение Слово дерзновение в добром значении смелый, весьма отважный, неустрашимый. Это в добром значении слово дерзновение. Евангелие Луки 8 глава 43 по 48 стих я прочитаю и на этом отрывке из Писания мы будем размышлять. И женщина, страдавшая кровотечением, двенадцать лет которой, сдержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, так Петр сказал и бывший с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит. И ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Вот с этого отрывка мы начнем и будем рассуждать и подходить к нему с разных сторон, чтобы увидеть дерзновение. Отступая немножко от этого послания, я скажу, дерзновение, оно известно не только верующим, оно известно и неверующим. И многие люди, которые занимаются какими-то опасными профессиями, как пожарные или военные, а также бизнесмены, которые постоянно, может быть, где-то инвестируют, они знают, что для того, чтобы обрести успех или добиться успеха, часто нужно дерзновение. Вот эта вот решительность, отважность, неустрашимость, смелость. И они также это понимают. Чтобы дойти до успеха, нужно дерзновение в хорошем смысле этого слова. И когда мы говорим о нашей вере, о нашей жизни, нам также необходимо приобрести дерзновение или проявить дерзновение и в вопросах семьи, и в вопросах финансов, и в вопросах служения Богу. Нам нужно знать и применять дерзновение. Когда мы читаем об этой женщине, она, написано, издержала все свое имение на врачей и не добилась результата. Параллельно мы будем говорить об исцелении. Исцеление не только физического нашего тела, но и исцеление нашей души, исцеление отношений, исцеление разума в управлении тем, что Богом нам верено. Она издержала все на врачей, но не было результата. Когда мы больны, это истощает нас. Болезнь всегда истощает. 12 лет ее болезни, они истощили не только ее физически, они истощили ее абсолютно финансово. Она осталась без копейки. Я думаю, вы видите иногда благотворительные акции, которые проводятся, когда семья сталкивается или человек сталкивается с какой-то непреодолимой болезнью. И им предлагают лечение этой болезни, но за такие деньги, которые у этой семьи нету, или надо им все абсолютно продать, чтобы просто сделать какую-то определенную операцию. Болезнь истощает. Истощает физически, истощает душевно и истощает финансово. Поэтому, когда Христос пришел, и Он вошел в синагогу, открыл место из Писания, одно из посланий, которое Он сказал, Дух Господень на мне, чтобы исцелять, чтобы убирать эту немощь, чтобы вылечивать людей из того состояния, в котором они находятся. Итак, болезнь она истощает. Когда мы больны, наше финансовое состояние переориентировано, а также возможность зарабатывать ограниченно. Без исцеления весьма трудно преуспевать. Без исцеления весьма трудно преуспевать. Это возможно, если мы говорим о человеке, страдающем определенными ограничениями. Он может преуспевать в какой-то сфере, но полное преуспевание мы достигаем тогда, когда мы получаем исцеление от Бога. И это не только уже внутреннее переживание, но когда мы здоровы, мы начинаем продвигать то видение, те проекты, те мечты, которые Бог положил в наше сердце. Поэтому сегодня мы будем стремиться к тому, чтобы быть исцеленными во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Не нашей праведностью, не нашими делами и не нашей молитвой, как Петр сказал, но именем того, кто умер и воскрес. Аллилуйя. Поэтому мы будем стремиться к исцелению, к здоровью и преуспевание. Оно имеет в себе эту часть. Исцеление, здоровье. Итак, возвращаемся к женщине, которая получила исцеление. Дерзновение этой женщины, ее исцеление, это был неординарный поступок. Можно сказать, она пошла на пролом к Иисусу сквозь окружающих Его людей. И ее душа была ослеплена надеждой. Надеждой на то, что Христос, если она к Нему прикоснется, исцелит ее. Это отчаянный, неординарный поступок. Почему он неординарный? Она страдала такой болезнью, которая в Израиле, в еврейском народе признавалась нечистой. И она не могла прикасаться к людям, особенно к людям, которые несли какое-то священнодействие. Это было кощунство, это было неправильно. Еврейский народ отвергал это. Поэтому, когда она шла к пути своего исцеления, она ясно понимала, что то, что она делает, это не может быть принято теми, с кем она это делает. Поэтому я говорю, что ее душа была ослеплена надеждой, что она подойдет. Почему она не кричала к Иисусу, как слепые? Почему она не требовала исцеления? Она знала, что вид исцеления, в котором она требуется, он не публичный. Его нельзя публично выносить. Поэтому она говорила в себе, я подойду потихоньку сзади, я прикоснусь к краю одежды. И если он исцелит меня, это не будет публично. Это будет где-то интимно, на уровне моей веры и Бога. Я получу исцеление, я потихоньку отойду, и никто об этом не будет знать. Дерзновение этой женщины началось вот с такого неординарного поступка. Я бы назвал такой вид дерзновения внесистемный. То есть, когда человек, он начинает делать что-то в своей вере такое, что, в принципе, традиция его в этом не поддерживает. Вы знаете, когда христианство развивалось, особенно последние 150, может, даже 200 лет, это был мощный прогресс христианского мировоззрения. И оно изменялось настолько могущественно и вмещало в себя абсолютно разные культуры, что многое, что люди Божьи начали делать для покорения Евангелию Земли, они были неординарные поступки, внесистемные поступки, поступки, которые не поддерживались системой традиций, ценностей, которые окружали их. И некоторые останавливались, разочаровали, и об этом мы поговорим чуть позже. Итак, вера этой женщины, она была дерзновенная, она выходила за рамки традиционного представления. По традиционному представлению все должно было быть по-другому. Сегодня мы с вами аплодируем Господу, но вы знаете, что это нетрадиционное поведение для многих, которые бы сегодня окружали нас еще 50 или 100 лет назад. Они бы сказали, послушайте, то, что вы делаете, так делать не должно. Но где-то в искренности и простоте нашей веры мы начали получать исполнение от Господа путем того, что вчера еще было сокрыто. Так эта женщина, она получила исцеление от Господа таким неординарным поступком. Я хочу показать вам три неординарных поступка в Библии, чтобы мы больше получили понимание о таком виде дерзновения. Я называю это дерзновение, которое исходит от нас. То есть оно простимулировано или оно вдохновлено нашей душою, которая кричит, нуждается и так далее. Это дерзновение, которое исходит от нашего понимания или от нашего усилия. Первый неординарный поступок я хочу показать в служении Иисуса Христа. Иисус начинает омывать ноги ученикам. Это внесистемный подход к обучению. Это ненормальный подход, особенно в том времени и в той нации. Никогда, даже господин дома, он сам не умывал ноги гостям. Были определенные люди, которые занимались этой работой. То есть достоинство, оно подчеркивалось тем, что ты, принимая, оказываешь эту услугу им, руками других. Я не буду сегодня читать этот отрывок из Евангелия Иоанна. Вы можете его прочитать дома. Он очень глубокий и он очень благословенный. Потому что когда Христос снимает верхнюю одежду, опоясывается и начинает мыть ноги ученикам, ученики в какой-то, я думаю, момент просто были в шоке. Буквально, то есть они отцепенели от того, что делает Христос. Это неординарный поступок. Он выходит за рамки традиционного обучения. Ученик мог помыть ноги учителю, но никогда учитель. В той культуре, сегодня в простоте христианского нашего мировоззрения, мы скажем, да, это нормально. Это нормально, потому что две тысячи лет уже Евангелие проповедуется, поэтому нормально. Но тогда это было абсолютно ненормально. И когда Иисус начинает делать вот такое дерзновение со своей стороны, что Он, Учитель, начинает мыть ноги ученикам, то мы должны понять контекст этой истории, что Он делает на самом деле или для чего Он это делает. Иисус ищет исцеление Своих учеников. Потому что когда Он начинает умывать ноги ученикам, Он как бы выносит на свет определенные их поступки, они еще совсем недавно чуть не подрались из-за статуса во Христе Иисусе. Кто больше? Кто из них двенадцати? Они даже других в учет не брали. Кто из них двенадцати больше? И когда Иисус начинает прикасаться к их ногам, Он начинает мыть, Он берет самую простую, самую неуважаемую работу слуги, Его дерзновение как Учителя, Его неординарный поступок, Он начинает исцелять сердца этих людей. И Петр, он самый как бы... На нем, скажем так, сразу все отображается. Он как лакмусовая бумажка всех других учеников. Когда Христос подходит к нему, Он говорит, «Ты не умоешь ног моих вовек». Он чувствует, Он переживает. Почему? Он на самом деле переживает не за Господа. У него внутри начинается серьезный процесс исцеления, очищения. Потому что нормальный человек понимает, если это делает учитель, это будет нужно делать мне. А я этого делать не хочу. И когда Петр говорит, «Ты не умоешь моих ног вовек», он не беспокоится только о статусе Христа. Он беспокоится о своем статусе. Он беспокоится о своем будущем. Потому что такое будущее он не хочет видеть в своей жизни. И ученики, они спорили. Они пытались поставить себя, кто главнее, кто важнее. А Христос неординарным дерзновением исцеляет их. Он говорит им, «Я Господь, и это правда. И если я это делаю для вас, будьте исцелены». Я перефразирую то, что он говорит там. «Будьте исцелены от своих амбиций». Послушайте, в нашем бизнесе, в нашем служении, в нашей семье, мы нуждаемся в такого виде исцеления. Когда кто-то начинает делать неординарные поступки. Родители по отношению к детям, дети по отношению к родителям, служители по отношению друг к другу, в бизнесе и так далее. Когда мы начинаем делать такие неординарные, внесистемные поступки. Это исцеляет бизнес, это исцеляет семью, это исцеляет служение, это исцеляет взаимоотношения. Поэтому Господь, Он побуждает нас к этому. Он говорит, когда вас проклинают, вы благословляйте. Это неординарно, это внесистемно. Он говорит, Ветхий Завет или отцы говорят глаз за глаз, око за око. Но я говорю вам, кто у тебя взял одно, отдай ему и другое. Это внесистемный, неординарный поступок. И мы думаем, как это возможно? Но именно это исцеляет наши души и наши взаимоотношения. То, что сделал Иисус своим ученикам, это изменило их парадигму во взаимоотношениях. Второй внесистемный поступок, который бы я хотел вам показать, такое дерзновение, это Петр, который выходит из лодки. Это экстраординарное послушание Господу. Повели мне, и я пойду. Другими словами, моя вера готова принять вызов, делать то, что делаешь ты. И это тоже внесистемный подход. Остальные в лодке молились, чтобы буря успокоилась. То есть, когда мы проходим сложные периоды жизни, ваша семья, ваш бизнес, служение, я не имею в виду только ваше тело. Я имею в виду все, что окружает. Все, что нуждается сегодня в исцелении. Вы чувствуете, эта область моей жизни нуждается в исцелении. И в этой области сегодня вы проходите кризис. Ученики, ночь, буря в лодке. Если вы никогда не были в лодке в бурю, я скажу вам, это не очень хорошие чувства. А когда это ночью происходит, это не удваивается. Это на раз 10 можно умножать. Вы когда-то были ночью в походе у воды? Я скажу так, эмоциональные люди с воображением, насмотревшись разных фильмов, не особо хотят ночью вообще к воде подходить. Потому что мало ли что оттуда выпрыгнет, вылезет или еще что-то сделает. Ну как бы сушат и убежать можешь. Ну как-то видишь то, что происходит. Хотя бы частично. А там вообще не видно, что происходит. Когда темнота, вода, она непрозрачная. Это не как где-то на пляже. Ты смотришь, лазурный берег, водичка. Ты все видишь, рыбки плавают. Здесь тьма. И вот ученики, тьма, буря. А это значит, лодку начинают где-то и поднимать, и волнами. Ну страшно. И все в лодке говорят одно. Господи, помоги. И когда Господь идет, там написано, они вскричали. Двенадцать мужчин за тридцать. Апостолы, изгонявшие бесов, увидели Христа, идущего к ним по воде, и вскричали. Братья, не следитесь. Так что, некоторых своих духовных переживаний. Они вскричали, написано, испугавшись. Они думали, что это призрак. Хотя у них не было тогда еще фильмов, но, видимо, рассказы как-то их рыбацкие напоминали им, что всякое бывает в этой темной воде. Христос говорит, ободритесь, это я. И один, ободритесь, вот это ободритесь и дерзайте, оно, в принципе, одно слово, которое переведено на русском языке. Один в этой лодке, он воспринял это буквально. Получить дерзновение. Он сказал, он видит, Иисус идет, волны успокаиваются, и он не просто хочет теперь плыть в лодке с помощью Божьей добраться до берега. Он говорит, буквально я хочу делать то, что делаешь ты. Я хочу также во время кризиса, когда нету подо мной никакого основания, своей верой идти без основания по воде, чтобы эта вода успокаивалась передо мною. То есть, когда в мою семью приходит кризис, я хочу не просто умолить тебя, чтобы ты как-то снизил накал страстей, я хочу пойти по этой воде и успокоить эту воду во имя Иисуса Христа. Когда у меня в бизнесе все валится, все крушится, я не просто хочу вымолить от тебя помощь, я хочу войти в эту ситуацию, не чувствую под ногами никакого основания идти и успокаивать эти волны. Я не знаю, какая область терпит кризис и бедствие, но это экстраординарное послушание Господу. Он говорит, если ты мне повелишь, я пойду по этой воде. Не сам, не по своему поручению, не по себе, но если ты повелишь мне, я пойду. Сейчас кризис, но если ты повелишь мне это сделать, я это сделаю. Сейчас сложная ситуация в моей семье, но если ты повелишь мне это сделать, я это сделаю. Сейчас для служения не самое лучшее время, но если ты повелишь мне, Я пойду по воде, и я буду видеть, как шторм будет успокаиваться во имя Иисуса Христа. Аминь. Это внесистемное, экстраординарное послушание Господу. Это способность проходить кризисы, и разные ситуации мы получаем исцелением. Позже, когда он пошел по воде и усомнился, и начал тонуть, Христос поддержал его. И для него это было впоследствии пророческим действием, когда он трижды впоследствии отрекался от Иисуса Христа за один вечер, и он начал тонуть в своей вере. Но Христос поддержал его, он восстановил его, он помог ему, он помог ему пройти этот кризис, и он стал человеком великой веры, апостол Петр. Поэтому это еще одна история о таком экстраординарном или дерзновенном послушании. Третья история, которую я хочу вам дать из Нового Завета, о таком дерзновении, которое мы можем иметь, это Закхей. Закхей. Это Закхей. Закхей делает экстраординарные пожертвования. Он принял вызов и достойно ответил. Что я имею в виду? Закхей – человек, которого в этом городе вообще не уважали. И мало того, что не уважали, я скажу вам, его проклинали. Проклинали везде, и его можно съесть. Я не говорю сейчас просто о финансах. Было бы недостаточно говорить о финансах в данном случае. Но я говорю о всякой возможности, которая проявляется в момент, когда Господь как бы приоткрывает свое благоволение тебе, улыбается тебе и берет твою репутацию под свою. Он как бы подставляет себя под удар твоей репутации и дает тебе возможность сказать, как ты отреагируешь на это. Закхей отреагировал достойно. Евреям 13.2, послание к Евреям 13.2. Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Это испытывает нас. Это, с одной стороны, сокрыто от нас. С другой стороны, это испытание для нас. Авраам, здесь говорится о Аврааме. Когда он принимал ангелов Господних, они буквально говорили, мы не нуждаемся ни в чем. Нам ничего не надо. Мы самодостаточные. У нас есть дело, мы идем туда. Да даже то, что ты нам сделаешь, мы это не сможем употребить так, как ты хочешь. Потому что мы по своей сути, мы другие. Но Авраам убеждал их. Он говорил к ним. И он убедил их. И он сделал это для них. Он был испытан. И он не съел это семя. Он с дерзновением использовал эту возможность, данную ему, и получил благословение от Бога так, что был назван другом Господним. Послушайте, насколько нам важно видеть, когда мы что-то получаем, какую-то возможность от Господа для семьи, бизнеса, служения, работы, для нашей жизни. Как мы реагируем на это? Наша реакция на возможности определяет зрелость и готовность к благословению. Иногда я наблюдаю за некоторыми братьями, и мне становится горько. Я вспоминаю Христа, когда Он стоит у Иерусалима, Он плачет, Он говорит, Иерусалим, Иерусалим, ты не понял дня посещения твоего. Ты не осознал, кто стоит перед тобой. Ты не осознал, какая возможность была дана тебе. На твоих улицах проповедовалось то, что не проповедовалось, когда жил Соломон. В тебе была такая сила, которой не было в Ниневе, когда Иона говорил. Ты не осознал, ты не понял. И Христос плачет о Иерусалиме по причине, что Иерусалим, Он не воспринял это семя как возможность к покаянию и жизни. Когда Саул стоит и видит, что народ разбегается от него, он начинает делать то, чего не должен был делать. У него была возможность, и у него было слово. Ему нужно было проявить экстраординарное терпение. Ему нужно было пойти вот по этой воде, не имея основания быть послушным тому, кто сказал ему, дождись меня. Но он этого не делает. И он теряет те возможности, которые он мог получить бы от Господа, который бы утвердил его. Еще один образ хочу привести. Это не мой. Я его недавно услышал, но он мне очень понравился. И я хочу дать его вам тоже. Когда болезнь израсходует нас, она забирает наше внимание, она корректирует наш жизненный уклад. И вот образ, который мне понравился. Пастор Петр, мы недавно были на молитвенном выезде, общении с пасторами, служителями. Он тоже там был и служил. Он дал такой вот пример. Когда евреи в пустыне кусали змеи. И они обратились к Моисею, чтобы Моисей молил Бога о их исцелении. Бог сказал Моисею, пусть они поднимут знамя змея. И кого укусит, он должен смотреть и будет получать исцеление. И вот то, что он сказал, то, о чем я раньше не думал. Вы знаете, когда вас кусает змея, меня не кусала ни разу змея, только другие. Более мелкие и менее вредоносные насекомые. Но даже когда они кусают, это место укуса привлекает все твое внимание. Оно чешется, оно зудит, оно болит. И ты не можешь отвлечься от него спокойно. А там змея, там яд, там все гораздо серьезнее. И оторвать свое внимание от места укуса и поднять свои глаза туда, где сказано, там исцеление. Это серьезное решение и процесс. И вот то, о чем я сегодня уже почти полчаса говорю. Дерзновение, которое мы получаем от Бога. Это способность преодолеть. Эта женщина, она была израсходована. Она была истощена. И у нее здоровья не осталось. У нее ничего не было. И в народе она была нечистой. Но она отрывает взгляд от того, что она не может. И она поворачивает взгляд к тому, кто может. Аминь. Нам нужно это в нашей семье, в нашем бизнесе, в служении, в здоровье. Когда там нас укусил лукавый, змей укусил твою семью, твоих детей, твою жену, тебя самого. Твое служение, твой бизнес, это зудит, это болит, тебе плохо, тебе нехорошо. Но Бог говорит, о горнем помышляй, направь свои глаза в небеса, посмотри на Христа страдающего, посмотри, что ты еще не так страдаешь. Его не змея укусила, его распяли, его изорвали плетьми. Он был как живой кусок окровавленного мяса. Его плевали, его предавали его те, которые были близки с ним. И там на кресте Он твое исцеление. Аминь. Нам нужно оторвать взгляд от места укуса и снова начать смотреть на Христа. И Бог говорит, я исцелю тебя. Эта женщина, она прорвалась к Иисусу. Это первый вид дерзновения. И несколько минут у меня есть еще, которые я бы хотел посвятить следующему вопросу. Или показать вам второе дерзновение, второй вид дерзновения. Мы говорили с вами о дерзновении, которое приходит от нас. А я хочу сейчас сказать еще о дерзновении, которое приходит от Господа. Возвращаясь к этой женщине, в конце там написано, дерзай. Первое дерзновение было ее. Она дерзнула, нечистая, прикоснуться к Господу. Но там написано, она хотела утаиться. Потому что там сказано, видя, что не смогла утаиться. То есть она хотела оставить это тайным. Ее дерзновение, оно было как бы спровоцировано ею, но при этом она получила что-то от Господа и хотела это утаить. Но когда Господь сказал, кто-то прикоснулся ко мне, подобно вот этим ситуации с учениками, он хотел вывести способ получения ею исцеления на свет. Нет. И это важно. Это второй вид дерзновения, когда мы его уже получаем не от себя, но от Господа. Она получила результат. Написано, что исцеление в ней произошло. Источник прекратился, кровотечение, она получила результат. И она хотела потихоньку уйти. И Господь мог позволить ей это сделать. Почему Он ей не дал это сделать, я вам объясню. Так как я верю, мне Дух Святой объяснил, когда я спрашивал, почему? Почему бы не оставить ее в тайне, как исповедь? Она жила в том народе, как я сказал выше, где этот метод или этот способ получения исцеления был неприемлем. Вы замечали когда-то, что когда у вас болит голова, вы готовы сделать многое, чтобы у вас голова не болела. Но когда голова перестает болеть, через время для вас это становится нормой. И на передний план выходят совсем другие чувства. И если ты во время больной головы на кого-то сорвался, накричал, сделал что-то не так, ты находился под экспрессией своих чувств, экспансией своих чувств. И когда это прошло, чувства успокоились, а осадок остался. Осадок того, что ты сделал неправильно. Вот то, что Дух Святой показал мне. Если бы было неправильными способами. Это бы настолько мучило и угнетало ее, что ей бы становилось невыносимо жить среди того народа, в котором такой способ или такая возможность она порицалась. И она бы жила уже с другой болезнью, глубокой душевной болезнью. Поэтому Христос не хотел, чтобы она оставалась в тени. Он ждал ее. Он хотел вывести ее способ на свет. Этот несовершенный способ получения неправильный может, неординарный. Но он хотел вытащить его на свет, чтобы теперь она имела второе дерзновение. Он сказал ей, дерзай, дочь. Другими словами, тот способ, которым ты получила, я одобряю, благословляю. Ты молодец. Живи спокойно в здоровом теле до конца дней своей жизни. Дорогие, что-то делая и получая ответ от Бога, если мы что-то делаем не совсем правильно, даже не как эта женщина, но мы делаем это неправильно, мы получаем результат в финансах, мы получаем результат в семье, в отношениях, а после это сильно беспокоит. Мы результат-то получили, а беспокойство осталось. Нам нужно, чтобы мы получили второй вид дерзновения, чтобы Господь, Он достал нас на свет, чтобы мы могли это исповедовать. Там написано, она упала перед Ним, и она открылась перед всем народом. Аминь. Если бы она не чувствовала греховности этой ситуации, она бы не упала перед Ним. Но она именно открылась и упалась, она чувствовала, что-то было неправильно, что-то было не так, она достигла результата, но что-то было не так. И Христос поднимает и говорит, дерзай, будь дерзновенна, я даю тебе. Это было твое дерзновение, а теперь я даю тебе дерзновение. Живи спокойно с тем результатом. Дорогие, некоторые семьи не совсем правильно были соединены. Иногда не совсем правильные способы были обретены в каких-то делах и областях. Но если мы сегодня уже в Завете, если мы получили результат, и мы понимаем, что, может быть, что-то было не совсем правильно, открой это, поговори об этом. Открой это перед Богом. Ты не сможешь долго жить. Дьявол будет разрушать твою жизнь, бизнес, семью. Тебе нужно получить дерзновение от Господа. Поэтому Христос дает ей второй вид дерзновения по вере. Римлянам 14, 22, 23. Ты имеешь веру, имея ее сам в себе перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а сомневающийся, если есть, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере – грех. Счастье приходит в свободе от внутреннего осуждения. А эта свобода приходит, когда наши поступки подтверждаются благоволением Господа. Евреям, послание 9, глава 8, 10 стих. Сим, Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которой приносятся дары жертвы, подчеркните для себя, не могущие сделать в совести совершенными, приносящего, и которые с явствами, питьями, различными омовениями, обрядами относятся до плоти, установлены были только до времени исправления. То есть нас окружают определенные принципы, методы, мнения, возможности от общественного и так далее. И иногда, находясь внутри огромной системы, что-то делая, пробиваясь к Господу, мы чувствуем, что мы что-то не так делаем, но получаем результат. И это не значит, что способ абсолютно правильный, это этого не значит. Но это значит, что то, что тебе нужно, это осознать. Система никогда не делает совершенным тебя в совести. Потому что даже люди внутри системы все равно испытывают кризис. Совершенными в совести нас делает кровь Иисуса Христа, Который смывает наши мертвые дела, Который смывает наши несовершенства, Который обновляет то, что мы делаем, когда хлебопреломление, Обновляет нас и берет нас нашими несовершенными способами, Исправляет, корректирует и благословляет то, что Бог даровал нам. Я не имею в виду, поймите правильно сейчас, воровство, Прелюбодеяние и так далее. Я не имею в виду грех, я имею в виду неординарные способы. Не путайте, не надо говорить, я там сделал вот это, Но Бог благословляет, не благословляет. Есть базовые ценности, есть грехи, которые написаны как грехи смертные. Не надо говорить о том, что Бог их благословляет. Или если ты идешь путем воровства, и Бог благословляет, Никогда не благословит. Я не о грехах, я о некоторых методах и способах, Которые могут входить где-то в системы, в разногласия. Я об этом говорю. Кровь Христа, она омывает. У меня нету много времени говорить о совести, Да или точнее, вообще нету времени. И может мы поговорим об этом в другой раз. Но вот на чем я бы хотел еще поставить ударение. Некоторые люди, получив исцеление, обновление, чудо, ответ от Бога, В евангельской церкви, исполненной Святым Духом, Но если эти люди тяготеют к религиозной системе, плоти, И не получают дерзновения в своей совести, Они теряют полученное. Не как факт, но как счастье. Счастье быть здоровым, счастье быть в семье, Счастье иметь успешный бизнес, Счастье быть служителем. Когда мы что-то получаем через дерзновение, результат, Но после мы как бы этот результат пытаемся встроить в систему, А система, она отталкивает. Я хочу тебе сказать, иди не к системе, Иди к Богу живому, Ко Христу воскресшему. И Он очистит, Он омоет, Он рассудит, Он первосвященник будущих благ, Он способен сострадать, Он выслушает тебя, Он исследует твое дело Духом Святым, Он даст тебе исправление направления, Но именно Он утвердит то, что ты получил. И если ты получил исцеление, обновление в евангельской церкви, В церкви, исполненной Святым Духом, Не порабощай себя снова делами плоти, Потому что ты исцеление, как факт, не потеряешь, Но счастье, которое приносит оно, можешь утратить. Завершая сегодня послание, я хочу прочитать послание к евреям, 10 глава, 19 по 23 стих. Итак, братья, имея дерзновение, Входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, Аллилуйя, путем новым и живым, Который Он вновь открыл нам через завесу, То есть плоть свою, И имея великого священника над Домом Божьим, Да приступаем с искренним сердцем, С полной верой и креплением очистив сердца от порочной совести, И омыв тело водой чистой, Будем держаться исповедания упования неуклонно, Ибо верен обещавший. Аминь. Имея дерзновение, Аллилуйя, Входить во святилище, в святая святых, Через завесу, в присутствии самого Бога. Дорогие, насколько это уникально, Что Бог открыл нам себя Через завесу своей плоти. А кто из плоти Его, кто из тела Его, Как ни Церковь Христова. Аминь. И ты сегодня здесь Можешь войти в присутствие Бога Небес, Сотворившего видимо-невидимое, Никогда не начинавшим И никогда не завершившим свой жизненный путь. Никем не сотворенный И никем не рожденный. И никогда, который не умрет. Вечно сущий. Ты входишь в Его присутствие. И этот путь открыт тебе не системой, Относящейся к плоти. Этот путь тебе открыт благодатью Иисуса Христа. Когда мы с тобой в церкви, В собрании несовершенных людей, Которые иногда делают несовершенные поступки. И Бог по милости своей позволяет им Через несовершенные поступки Иметь результаты. Бог позволил, Чтобы сила сошла на эту женщину через Христа. Ведь если бы Бог был абсолютно против, Он уже мог бы закрыть, Поставить преграду. Она бы прикоснулась к краю одежды, Но ничего бы не произошло. Но Бог уже тогда благоволил, Когда ты шел несовершенными путями, Когда ты несовершенными способами, Когда ты несовершенными методами приходил к Нему, И Его сила сходила на тебя, И исцеляла тебя, И благословляла тебя, И приносила тебе мир. И Он покрывал тебя, Если бы Он был полностью против тебя, Он бы тогда уничтожил тебя. Но Бог дал тебе милость прикоснуться, Получить ответ. Но Он не хочет, чтобы ты остался в таком состоянии. Он зовет тебя, где ты? Я жду тебя в церкви, где ты? Я жду тебя в святом собрании, где ты? Я жду тебя в своем присутствии, Я хочу дать тебе дерзновение, Я хочу принять твое исповедание, Я хочу вынести на свет, Я хочу умыть твои ноги, Ты вчера готов был подраться, Я хочу показать тебе, что значит быть слугою, Ты вчера сидел в страхе в лодке, Я хочу научить тебя ходить по воде И успокаивать волны. Где ты, Закхей? Я готов дать тебе вызов, Я возьму твою репутацию на себя, Но где твоя вера? Дорогие, мы сегодня в церкви Христовой, И через плоть, через завесу, Мы входим в Его присутствие. И Его кровь омывает нас, Обновляет нас, освящает нас, Мы становимся счастливыми. Господь, спасибо Тебе, Что нас, несовершенных людей, Ты вновь путем новым и живым Привлек в Твое присутствие.